Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на мой канал. У нас следующий день трудовой. Сегодня, правда, на улице не очень тепло. Прохладный ветер. Вчера было 21, опять-таки, на один день. Сегодня снова 13, и прохладный такой ветер. Снова даже шапку надела холодно мне. Сегодня мы будем продолжать благоустройство участка делать. Я вам в последнем обзоре показала, что мы здесь установили парник-хлебница. Потихоньку тут облагораживаем, доводим до ума. Сегодня мы будем заниматься делать дорожку. Нам нужно... Мы натянули вот от дома дорожку сюда в арку, и нам нужно прокопать. Мы пересадили крыжовник. Не пропускайте видео, потому что они у меня все последовательные. Потом вдруг у кого какие вопросы, чтобы не было. У нас здесь был крыжовник у Кларки в прошлом году. И в этом году, вот пару дней назад, мы его пересадили вовнутрь, так как нам такое большое пространство с посадками не нужно. Хотим побольше, чтобы газона было для отдыха места. Здесь образовалась после пересадки и вынимали щебень. Образовалась такая яма, вот как вот здесь сейчас будет. И мы сначала освобождаем компостеры. Нам такое количество их не нужно. И вот сюда их засыпали. Теперь, которую землю будем сейчас вот из этой дорожки у Кларки вычищать, мы будем сначала сюда закидывать и ровнять. Здесь я хочу цветничок тоже потом небольшой сделать. Но остальную землю, если будет ее много, ну, скорее всего, на дорожку много, у нас есть другие места. Мы хотя бы можем скинуть вот на это поле. Это кусок прошлогоднего огорода, который мы убрали. Потому что, когда будем вынимать вот этот щебень буквы Г, тоже здесь были кусты, тоже нужно будет заполнять землей. Земля обязательно пригодится. И также около теплицы мы там выкапывали, все то же самое. Нужно обратно заполнить землей. Все уменьшили, все переделали. Поэтому сейчас мы занимаемся вот этой дорожкой. Сделали наметку, вот длинную такую натянули от края, чтобы ровно было. И нам нужно прокопать до определенного места дорожку. Потом, как обычно, мы будем стелить укрывной материал и засыпать щебень. Щебень мы будем брать вот из этого места, так как здесь убираем и сюда добавляем. Грунт отсюда туда, в общем, все меняем местами. И пока все. Вот мы начинаем и впоследствии буду уже показывать. Я сегодня привезла семена, зелени, укроп, петрушка, лук на зелень. Различные салаты, но не знаю, может быть попозже, после обеда, если распогодится, хотела уже в тепличку. Вот эта тепличка, новый парничок маленький, двухметровый. Он у меня только для зелени будет. Не знаю, в прохладную погоду. Ну, там же тепленько должно быть. Пойду сейчас я приоткрою, посмотрю, тепло там не тепло. И уже планировала у нас что-то погода какая-то. Все майские праздники 10, 11, 12, 13. Вот такая свежая и все вроде как ветрено. Вот нитку натянули. Теперь нужно такую наметочку делать по краю. И потом внутренности все эти выбирать. Пока вот сюда будем ссыпать. Я принесла тоже лопату, грабли. Мы пока эту землю чуть позже будем... Это знаете, куда хочу? Будем колотить вот эти клумбы из ящичков. Вот их нужно соединить, сделать. И вот в клумбы пойдет вот эта земля. Она уже тут с удобрением тоже полезна будет для растений. Все нормально. Чуть прохладно только. Холод этот надоел, правда. Очень надоел холод этот. Выкопали мы дорожку. Вот уже стали сюда раскидывать. Земля такая пока влажная. Но все равно я ее краплями разбиваю. Значит, я пошла сейчас возьму геотекстиль. И буду здесь раскладывать. И мы уже будем выбирать щебень. И сразу его сюда закидывать. Также у нас от этой части остался бордюр. Бордюрная лента. Мы ее сюда как раз таки будем укладывать. Куда-то я ее вот кусочек. Но это не весь кусочек. Еще вроде как у нас где-то еще лежит. А, так вот там вынется точно. Бордюрная лента. Докупать ее не нужно. Потому что она где-то вынимается. И снова она тут в другое место укладывается. Потихоньку засыпаем. Кстати, очень быстро дела идут. Вот уже практически заканчиваем. Дорожка такая. И здесь тоже все это уменьшается. Убирается, уменьшается. Дорожку мы сделали. Получилось замечательно. Насыпали. Ткань вот эту нужно обрезать сразу. Чтобы тут она не болталась. Вот это укрывной с краю. Немножко сейчас еще вот здесь провалилось. За зиму нужно подсыпать. И знаете, у кого такие дорожки, когда ходишь, он как-то утрамбовывается. Его нужно ерошить. Вот брать грабли. Это прям секундное дело. Но уже дорожка более свежей выглядит. Вот здесь подсыпем. Поднимем чуть-чуть. Еще я буду землю вот здесь поднимать. Видно такой перекос. Трактор, когда нам здесь ровнял, вот он это место все-таки не выровнял. И здесь мы немножечко тоже сами выровняем. Сейчас попьем чай. И уже будем переходить на другую зону. Здесь, смотрите, как быстро уже половина. Здесь уже половина. И уже будем другую зону нам нужно тоже откопать. У теплицы. Вот туда сейчас мы перейдем. Чтобы нам хорошо и сухо ходить в теплицу, тоже мы там доложим щебень, которую мы в прошлом году осенью и летом начали делать. Вот нужно доделать дорожку. С одной стороны будем делать и щебня, и с другой теплицы, чтобы сухо в любое погодное условие можно было добраться до теплицы из домика. Даже если дождь, сходить, посмотреть. Вот не по грязи ходить. У нас здесь газон. Но газон пока вырастет. Еще он не совсем. Здесь он совсем свежий. Чтобы, например, вот сейчас тоже не утаптывать газон, нужно делать дорожки обязательно. Ну, а мы перешли к следующей зоне. Так как мы, видите, все уменьшили в этом году, нужно закапывать то, что было раскопано. Мы хотели полностью тут щебень в прошлом году. Видите, уменьшили. Будем вот деревяшку я поставила. Вот это нужно все засыпать. Откуда берем? Берем около теплицы. Здесь нам, вот здесь будет щебень. Кусты тоже вот как там. А здесь мы сделаем вот такую дорожку. К теплице подходить вот в ширину, как здесь, около куста. Пока копаем и по суше будет в такие моменты межсезонья, после дождя. Обязательно нужно, чтобы была какая-то дорожка чистая. Вышел из дома и по чистой дорожке прошел. В шлепках, можно так сказать. Вообще, мы сделаем так себе, что особо нам не нужны будут никакие сапоги. Ну, чтобы вот в такой обуви уже рабочей, по минимуму где-то ходить. Вот пока закапываем. Тут выкапываем, там закапываем. Я занимаюсь засыпкой земли, потому что нам нужно к чему-то выровнять одно с другим. Заборчик поправим, упал. Щебень вот нужно будет натаскивать, но так как здесь яма, мне никак не сравнять. Для этого я насыпаю грунт, чтобы потом под него выровнять щебень. Здесь тоже нужно приподнять. Здесь, наоборот, мы будем снимать очень много. Я взяла такую тяпку, земля мокрая. И вот из-под забора ровно нужно убирать. Нужно убирать вот, где вот куча начинается, это уже все завышение. Где перчатки лежат, здесь нормально. Нужно выровнять этот участок, потому что здесь очень высоко. Ну а муж тем временем занимается с другой стороны теплицы. У нас теперь с этой стороны в этом сезоне вход будет. И мы тоже прокладываем здесь щебень. Вот до этого у нас дорожка здесь заканчивалась. Теперь мы ее заворачиваем. Будем компостеры все переделывать. Здесь тоже будем щебень засыпать. Все будет красиво, культурно. А то прямо не подойти во время дождя. Видите, да, какая земля. Вот примерно такая она и после дождя. Поэтому сейчас вот таким физическим трудом заняты. Время уже полшестого. Будем потихоньку собираться домой. Сегодня очень был плодотворный день. И хочется подвести итоги и вам показать, что мы сегодня проделали. Сегодня был физический у нас труд. Много работали с землей, со щебнем, с тачкой, с лопатами, с граблями. Прям так физически, знаете, поднакачались аж. Но у меня лично нет усталости. Так, немножко. Муж устал, он больше тут тяжести вот этой лопатой. И все. В общем, сейчас я вам покажу. Значит, мы начали с утра с дорожки. Мы прямо с утра приехали. Сегодня выходной праздничный день. И сделали дорожку. Выкопали грунт. Дорожка, которая прям напрямую идет в арку. Выкопали грунт. Положили геотекстиль, бордюр пластиковый. И насыпали щебень. У нас все сделаны дорожки так. Вот кто спрашивал несколько раз, несколько человек, как мы делали дорожки. Вот именно так. Потом мы сегодня занимались, засыпали вот эти две вот такие же вырытые, два вырытых места. Здесь вот у нас крыжовник был. Мы его сюда перенесли. Вот он. Все нормально. Смотрите, какие листочки большие. Здесь стали закидывать. Часть компоста сюда привезли тачками. Сверху землю уже. И вот здесь также, с другой стороны арки. Тоже здесь. Наконец-то убрали весь щебень. Вот эта буква Г. Можно сейчас увидеть, что щебня больше нет. Щебень лежит только там, где он должен лежать. Дальше мы перешли к теплице. В прошлом году здесь у нас был вход. Видите, все темное. Здесь все было зона. Вот это. Все уменьшили. Выровняли сегодня забор. Прошли еще раз по всему периметру с уровнем. Где-то опустили, где-то подняли. Вот эта часть у нас самая такая провисшая была. Все выровняли. Нужно теперь его покрасить. Какая-то нужно выбрать погоду, чтобы ветра не было. Сегодня у нас ветреная погода. И более-менее такая прохладная. Дальше, значит, вот здесь тоже все засыпали. Мне нужно выравнивать вот этот участок. Завтра праздничный день. Я здесь буду одна. Муж у меня работает. А я здесь буду выравнивать. Я здесь уже начала. Посмотрите. Вот, под забором видно. Если вам видно, то не видно. А здесь очень много. Толстый слой. Когда-то грядки тут были. В общем, так мы и не выровняли. Нужно растягивать. И вот эту землю тянуть вот туда. В ту Г. Букву Г. Туда тянуть. И часть вот сюда. Тогда оно будет ровно. И мне нужно еще вот здесь выровнять тоже. Порыхлить. И выровнять. Еще раз пройти посмотреть. Здесь, по-моему, щебень нужно немножко протянуть. Так как здесь завалено. Вот, обратите внимание, с этой стороны теплица. Теперь у нас спокойно можно. Вот, вышли с домика и по дорожке сюда пришли. Хоть в дождь, хоть в снег, хоть в жару, в любое время года. Здесь тоже, значит, все засыпали. Вот эта куча будет она убираться. Она растягиваться будет. И еще в другие. Другое место еще. Остатки. И вот эта зона сегодня тоже. Видите, как много сделали. Здесь вот у нас была до конца, вот до этого места дорожка. Муж выкопал. Вот как с той стороны. У нас с двух сторон получилось одинаково. Можно спокойно ходить. Как я и сказала, что в дождь. Вот здесь мы убрали. Остался у нас пластиковый. Заполнен полностью один компостер. Компостер и половину синего. Мы в этом году полностью их опустошим. Распределим по всему участку. Где-то вот эти ямы будем засыпать сверху землей. Поэтому все здесь разбираем. И все будем, вот все вот эти два пластиковых, одна труба, два синих. Все это будет в этом году убираться полностью. Поэтому бочки на выброс, на металл их отвезем. Они без дна, обе. И с отверстиями. Вот двери мы делали, чтобы компостер неудобно. Оставлять не будем. Будем какое-то другое делать. Один небольшой, только для газонной травы. Вся трава, которая будет здесь с прополки, наверное, куда-то будет вывозиться, потому что нам это не нужно. Будем фасовать в пакеты и вывозить на мусорку. Будут только то, что в теплице. Но там грядки у нас уже заполнены. Плюс мы еще торф купили. Удобрения, компост осенью. То есть там вообще на несколько лет вообще не нужно. Здесь тоже в этой грядке. И еще вот эта маленькая у нас. Все полностью они с удобрениями, с компостом. Здесь вы видите, если вам видно, вот этот кусок земли, он завышенный. Нужно снимать слой земли. И уж в этом году мы так вот решили капитально. Нужно немножко снять слой, выровнять. Вот прям видно, здесь поднято вот это место. И здесь уже будем делать хозяйственную зону. Здесь у нас будет куб стоять для воды. Так как мы будем капельный полив делать. Куб принесем, он у нас за домом стоит. На зиму убирали. Ну и вот новый компостер. Здесь мне нужно будет сделать какой-то столик такой. Ну, разводить удобрения. Леечки поставить. Какой-то такой хозблок вот здесь будет. Так что вот так. Сегодня потрудились. Будем уже собираться. Нам все очень нравится. Все лучше и лучше у нас. Погода такая у нас. О, не дает. То прохладно, то ветер. Так что вот такие дела. Поделилась с вами своими работами. Завтра я тоже буду на участке одна. Буду разбираться вот с этой землей. Буду слой уменьшать. И дальше буду здесь сеять газон вот в этом месте. И здесь тоже нужно подсыпать. И будем ходить только пока по дорожкам. Чтобы здесь, видите, утоптали тачками. И здесь тоже мне нужно вот это все по возможности засыпать. Вот та земля тоже будет вся распределяться. Вот эту зону тоже немного нужно выровнять. Как я и говорила, по-моему, в начале ролика. Завал небольшой. И здесь она тоже. У нас везде земля с удобрениями. Везде. То есть какой участок ни копни вот из этих вырытых. Везде удобрения. Везде компост. Везде она такая хорошая. В цветочнице. Будем вот из этих квадратиков делать цветочницы. И уже заполнять. Сейчас такая весенняя подготовка идет к летнему. Да, у нас с вами периоду. Немножко нужно потрудиться. Вроде хочется и отдохнуть. Ну, думаешь, вот бы отдохнуть. А что делать-то скучно. Идешь, что-то делаешь. Поэтому вы, наверное, так же, да? Думаешь, отдохнуть. Ну, бывают люди, которые ничего не делают. Я не знаю, как можно просто так сидеть. Я обязательно иду еще себе какое-нибудь занятие. Все. До свидания. Увидимся в следующем обзоре. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok